Наступил летний сезон. Традиционно во время летнего сезона отмечается рост кишечных инфекций. Пока такого роста мы не наблюдаем. В настоящее время в больнице находится 25 пациентов с диагнозом острой кишечной инфекции. Сальмонеллез – острой кишечной инфекции. Учитывая, что наша страна находится в таком серьезном положении, и рядом Николаевская область, и другие области, в которых есть проблемы со снабжением воды, конечно, угроза возникновения вспышек кишечных инфекций существует. Потому что кишечные инфекции – это те инфекции, при которых возбудитель, их много различных возбудителей кишечных инфекций, в том числе и холера, которая относится к кишечным инфекциям и холерным вибрионам, все эти возбудители, извините, я неправильно сказала, не источник инфекции, возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека только одним способом – через рот. Воздушно-капельного пути не существует. Один способ – только через рот. То есть с зараженной водой, обсемененной различными микроорганизмами, с зараженной пищей, только таким образом. То есть никто не отменял древнего, я бы сказала так, постулата, что кишечная инфекция – это болезнь грязных рук. Это до сих пор существует. Поэтому всегда есть при наличии высокой температуры окружающей среды и проблем с очисткой воды в некоторых областях Украины и доставкой воды, и проблемы с пищевыми продуктами, которые существуют в других областях, ну, наверное, кроме нашей пока. Это нужно все иметь в виду, потому что другого способа заражения нет. То есть человек заболевает, только употребляя зараженные продукты или воду. Заболевание может протекать достаточно тяжело. Если это касается холеры, то оно протекать может очень тяжело. Поэтому в период летнего сезона, начиная с 1 июня, все пациенты, которые поступают в инфекционные стационары Украины, и в том числе и в наш стационар, обязательно обследуются на наличие возбудителя холеры. Всем пациентам, которые поступают с диагнозом кишечной инфекции, всем пациентам берутся исследования на наличие холерного бибриона. Только после этого пациент, который выздоровел, может быть выписан, если у него отрицательный результат. Нужно соблюдать просто элементарные гигиенические правила, они очень несложные. Это мутье рук, это мутье овощей и фруктов тщательной проточной водой. И употребление продуктов, которые, даже если вы не уверены в их качестве, должны быть термически обработаны. И хранится, конечно, все должно быть в холодильнике. Продолжение следует...